Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел неформальную встречу с молодыми журналистами на форуме «Регион-93». «Я россиянин». В детском центре смены прошла всероссийская патриотическая акция. Анапчане продолжают 70 добрых дел. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В урочище Крымская поляна Северского района в рамках краевого губернаторского форума «Регион-93» прошла тематическая смена творчества. Участники форума – 400 парней и девушек со всего края – проходят обучение по специальной образовательной программе. Каждый день насыщен событиями – беседы с известными кубанскими актерами и режиссерами, представителями власти, мастер-классы по профессиональным направлениям и спортивные мероприятия. Пять журналистов представляют Анапу. В гостях на форуме «Регион-93» побывал мэр Анапы Сергей Сергеев, провел пресс-конференцию с молодыми специалистами. Подробности в материале Ларисы Басовой. Один день смены краевого туристического форума выбился из общей программы. В лагерь приехали 12 глав муниципальных образований края. Первые лица Новороссийска, Геленджика и Мэра Анапы Сергей Сергеев общались с юными журналистами в неформальной обстановке. Отвечали на разные вопросы, иногда философские, иногда провокационные. Говорили о ежедневных делах и проблемах, по душам, о главном и вечном. Такое самое страшное чувство, которое движет всем плохим и отчасти хорошим. Лень. Зависть. Зависть. Правильно. Вот это самое такое чувство, которое может двигать вперед, но мы ее называем белое. Я хочу сделать лучше, чем есть у моего соседа. Я хочу лучше работать, чтобы лучше жить. А в принципе, все самое страшное делается. Все. Без исключения этого. Только жалости. Мэры приехали с вкусными подарками. На месте сварили участникам форума плов. Сергей Сергеев рассказал, что за молодежной политикой в Анапе следит пристально. Развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия для молодежи в каждом городе должны проходить ежедневно, считает мэр Анапы. Сергей Павлович призвал ребят набираться опыта и учиться работать в команде, как сейчас в лагере. Вместе отдыхают и вместе занимаются творчеством. Сегодня вот это самое сложное. Найти людей, которые смогут работать в команде. Один человек ничего не сделает. У нас работают, а вы больше молодых все-таки? Я предпочтение отдаю молодежи. Анапские смешники, так тепло и прикольно называют нашу делегацию на форуме, объединились в один лагерь с коллегами из Новороссийской и Краснодара. Сводный отряд сообща назвали по-боевому. Девятая рота, которая на сегодня является лидером смены. С какими наградами и результатами вернуться с форума наши ребята, узнаем через три дня. Лариса Басова, Игорь Куршаков, Анапа Регион. И к другим темам. В Федеральном детском центре смены проходит финал всероссийской акции «Я гражданин России» в 13-й раз. Главный организатор Министерства образования и науки Российской Федерации. В прошлом году правительство страны включило акцию в большую государственную программу национальной стратегии действий в интересах детей. Жюри прианализировало 139 работ юных ученых из 50 субъектов Федерации. Отобрали 19 лучших. Авторов научных разработок и педагогов-руководителей наградили путевками на отдых в Анапе. И здесь им также предстоит защитить свои проекты. О важности работ начинающих ученых, патриотов Родины, расскажет Лариса Басова. Ребята перед защитой проектов волнуются. Жюри представительное. Это эксперт и Владимир Пахомов, доктор исторических наук, который начинал этот проект. Доктор педагогических наук. Автор учебников по обществознанию Андрей Иоффи. Профессор Олег Парамонов. Кандидат педагогических наук Наталья Воскресенская и другие. Юные ученые-школьники из разных уголков нашей страны. От Камчатки до Ставропольского края, от Санкт-Петербурга до Краснодара. Всего 19 команд по 5 человек. Каждые выбирали темы социальной направленности. Они сами определили, какая проблема на сегодня является самой острой в рамках не только своей школы, но и города и края в целом. Экология. Увековечивание памяти героев-ветеранов. Сохранение памятников культуры. Правильный выбор профессии. Так лучшим проектом, отобранным в финал от Самарской области, стали трудовые традиции. Ребята задались вопросом, почему сегодня дети не идут по стопам родителей, которые могли бы передать им колоссальный опыт. И как эту проблему решить? Не менее глобальную подняли школьники Северодвинска. Они назвали свою работу «Музейная прививка». Чем становились мы старше, нам хотелось познавать что-то новое. А ничего, никаких экскурсий для нас не проводили, потому что наши родители были заняты, и воспитателям тоже некогда было этим заниматься. То есть мы нашли актуальную проблему для того, чтобы изменить, улучшить мир. И поэтому мы этим занимаемся. Нам это нравится, и нас все устраивает. Я вот абсолютно согласен с Ириной, потому что дети в детских садах, и вправду очень редко посещают музеи, да и в начальных классах школы, то есть они выходят буквально раз в полгода куда-нибудь там уток на то же озеро покормить, не больше. Нам интересно изменить что-то в своей стране. Как бы мы вполне можем что-то совершить, что-то отдельное. Важность акции «Я гражданин России» отмечают на уровне Министерства образования и науки. 13-летний опыт проведения показывает, что ребята, которые принимали участие в акции в разные годы, практически все стали успешными в различных сферах деятельности. Формируется гражданская позиция, активность. Они понимают, что, в общем-то, ответственность на них, что они должны сами, своими руками делать страну лучше, справедливее, достойнее. Вот сегодня много говорят о патриотизме, и вот этот патриотизм действенный, реальный. Дети могут гордиться плодами своего труда. Они обретают уверенность в своих силах, когда видят результат своей работы. Благодаря этим проектам были внесены в местные конституции изменения. То есть, когда дети обратили внимание на какую-то проблему, показали, как ее нужно решить, и власти их услышали, обратили на это внимание, и действительно были сделаны какие-то шаги, которые изменили ситуацию в той или иной проблеме. То есть, вот уже реальный результат. После трех дней защиты проектов будут отобраны победители и пятерка сильнейших. Все проекты проанализируются, будут приняты к сведению или как сигналы к действию. Лариса Басова, Антон Чистяков, Анапа-регион. Скучные правила в веселом исполнении. Сотрудники ГИБДД провели практическое занятие с маленькими жителями станицы Анапской. Безопасность, правила дорожного движения и правила взаимного уважения водителей и пешеходов. Тему продолжит Лариса Басова. Летняя площадка при Доме культуры станицы Анапской называется «Детство в стране-зазеркалье». И каждый день с 1 июня по 20 августа по программе организаторов площадки дети отправляются в путешествие по сказочным городам. А знают ли они правила движения? Решили не только проверить сотрудники Анапского отдела ГИБДД, но и помочь им усвоить эти правила. Город Анапа у нас является все-таки детским курортом и дети должны с малого возраста знать о правилах дорожного движения. Существуют краевые программы безопасности дорожного движения и наша администрация и сотрудники ГИБДД уделяют большое внимание данному направлению. Знание правил дорожного движения, начиная с маленького возраста, это говорит о том, что в дальнейшем уже более юное, взрослое поколение будет относиться к этому более ответственно. К маленьким жителям станицы Анапской присоединились юные хуторяне Бужора и Усатовой Балки. Дети получили маршрутные листы путешествия и игра началась. Встретились две команды на воображаемой дороге. Кто-то поедет на виртуальном автомобиле, на велосипеде, а кто-то пойдет пешком. В первую очередь командам предстояло расставить дорожные знаки. Их они изготовили сами, склеивали и складывали из мозаики. Самый важный для пешехода и водителя знак – зебра. Он появился на игровой площадке вот в таком виде полосатого африканского животного, известного по учебникам зоологии. И уж, конечно, запомнится, как и роли, которые исполняют сами дети. Роли несложные, но яркие, потому что ты можешь стать руководителем движения, являясь, например, знаком пешеходного перехода. Перед ним водитель обязательно остановится, а детям и всем остальным пешеходам можно переходить в проезжую часть. Самая захватывающая подвижная игра – светофор. Тут важно не растеряться, ориентируясь в цветах, кому проехать, а кому стоять. Что бывает, если не знаешь правил – авария, называемая ДТП. И надо знать, как пользоваться средствами из автомобильной аптечки. Полезные познавательные игры на дороге завершились приятным мероприятием. Вручением призов и грамот за лучшие знания правил движения. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. 1 августа Православная Церковь празднует День обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В Анапском храме преподобного святого прошел престольный праздник. Литургией отслужил правящий владыка, новороссийский и геленджикский епископ Феагност. Ровно год назад в престольный храмовый праздник произошло знаменательное для города событие. Осветили Дом Милосердия, расположенный на территории нового храмового комплекса, который находится напротив Южного рынка. 1 августа по уже сложившейся традиции в старом помещении храма и по церковным правилам отслужили водосвятный молебен. Прошла божественная литургия, а после прихожане прошли крестным ходом к новому храму. Здесь также отслужили праздничный молебен. Гостей прихожан встретили в приходской трапезной. Торжества завершились чтением Акафиста преподобному Серафиму Саровскому. На Кубани закон такой. 22.00 детям пора домой. 5 лет назад, 1 августа, этот лозунг впервые прозвучал в Краснодарском крае. Сегодня отмечается пятилетие детского закона. Экспериментальный закон о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних привел к положительным результатам. Как написал сегодня в своем твиттере мэр Анапы Сергей Сергеев, в 2008 году именно Анапа стала экспериментальной площадкой, где прошла обкатку губернаторская инициатива. С 1 августа 2008 года в Анапе сформировали 24 397 рейдовых групп, поучаствовали почти 100 тысяч анапчан. За пять лет выявлено 4740 безнадзорных подростков. Они не стали жертвами и участниками преступлений и правонарушений. Мэр Анапа Сергеев также отметил, что сегодня молодежи предлагают альтернативу вечерним улицам, спортшколы и площадки, клубы по месту жительства, молодежные центры. Сергей Сергеев привел пример. В 2008 в муниципалитете было 17 подростково-молодежных клубов, а сегодня их уже 33. Глава курорта отметил, считая, что закон очень важный и нужный и для Анапы, и для Кубани в целом. Он реально помогает беречь наших детей. Благодарю всех, кто помогает реализовывать детский закон в Анапе. Полицию, родителей, молодежный патруль, общественность и казачество. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 2 августа в Анапе малооблачно. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ночью плюс 24. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом.